так друзья день добрый вот это вот кусочки я уже пишу на улице пишу дома нельзя москвичам сейчас по улицам шастать не только москвичам поговорим о ситуации в экономике про фондовый рынок про то как я живу какими новые проекты ну а в конце этого видео я позвоню сергею дроздову и мы поговорим не вообще про экономику про жизнь в стране поговорим про текущую ситуацию на фондом рынке на валютном рынке программа нормально если на извиняюсь немножко кашляю все меры принял таскать фильтр у меня работает тачистки воздуха так что вода тоже у меня увлажняется но тем не меня есть такая маленькая проблемочка так прежде всего хочу сказать большое спасибо тем кто оказывает мне помощь моему каналу номер карточки в описании вчера многие оказывали народная поддержка важно даже 100 рублей вот вы хотите видеть как я понял умных людей на канале оля разъеховский орешкин там не сневич мы с марией все что можем в этом вопросе делаем вот только надо понимать что я так не могу так опа разъеховский иди сюда не снеевич иди сюда они не готовы очень часто нас видеть но это касается не только этих спикеров вообще всем орловский нам всех умных ну вот как они готовы нас видеть мы обязательно приезжаем ну и кроме того эта поддержка она позволяет не брать прямую рекламу то есть самое такое при роллы что самое дорогое в рекламе мне каждый день шлют предложения но я их не беру ну может месяц одно сейчас беру потому что в принципе это какой-то бред они предложения там если кто-то предлагал там одеколон гермес там не или давай машину suzuki jimini рекламирую нет же мне предлагают какой-нибудь черное доверительное управление какой-нибудь мутный криптофонд вот это мне как раз не нужно ну и в порядке оживляжа один раз жизни на меня вышел представитель производителя очень крутых мониторов до компьютера предложил ну как бы показать на этом мониторе рыночную ситуацию свечки биржевые и сообщить так между делом что им эта модель монитора такая такая-то и графики очень четко видны на ней вот но не помню какой причине сотрудничество не состоялось но вот это было самое интересное предложение из тех что у меня была такая фирма гигантская и обратила внимание на скромного блогера московском так еще раз видео на две части разделено первая часть лирическая о ситуации в стране вторая часть более такая конкретная серега и дроздова ну я тоже скажу про ситуации с нефтью и прочее значит что я хочу сказать в ноябре я говорил о том что низкое качество управления в стране но это все простительно пока цена 60 долларов за баррель нефти это все покроет когда цена вниз нефти ухнет проблема качества управления страной сильно обострится но сейчас мы это видим пуша в этом прогнозе верников был точно прав качество ужасное управление никто не хочет брать на себе ответственность принимаемое решение сейчас они половинчатые полностью противоречивые ну например мне уже два человека спросили можно ли ехать на дачу вот не интересно вот допустим если вот допустим вы живете в новосибирске то вам интересно узнать что по горячей линии говорит что на дачу можно выжать выходные они вернее что нельзя а параллельно выходит что можно разъяснения чиновники другие магазин если вы живете в москве объявили ходить только ближайший магазин потом значит позавчера менторка пускает письмо что это не так можно ходить в любой магазин теперь самое что меня удивило это то что вот такая щедрость наших властей которые говорят командуют командуют малому бизнесу оплатить вынуждены отпуска понятно что никто ничего не оплатит об лучшем случае оплатят только фикса заплаты в лучшем случае потом собянин говорит что это неправильно убежит не таких возможностей то есть там все нашло и даже не буду комментировать там все дикое пшурум-буруму столкновения 200 до еще классная вещь это было список системообразующих организаций куда попали компании финские турецкие компания фонбет ставки на спорт вот ну понятно система образующих значит им будут пока оказывается помощь в кризис финансовую поэтому мой прогноз которая говорит что денег из кубышки валютный фнб будет хватит года на полтора он в силе ой разворуют если уж фонбет включили на 7 и что место потом ее уберут ну сам сам подход такой что разворуют пошли может быть последнюю атаку теперь в ноябре или в декабре не будем врать я говорю что вырастет преступность вот очень сильно когда начнется шурум-бурум что работники из республик средней азии никуда не уедут в ней половина уедут а половина останутся и не метлами буду ходить о чем-то более тяжелым потому что москва не будет самым лучшим местом жизни и ну а им кушать тоже хочется вот не сказали что у меня какие-то фобии ночные я сумасшедший ну вот сейчас как раз вот фобия выходит много озлобанных людей значит уже дошли до того что учители случая что у женщин на выходе универмага стали сумки с продуктами выхватывать и убегать хотя об этом говорил делягин в одном из видео одному к там продавцу чуть ли руку не отрубили за кофе то есть идет какой-то мрак и грустная реальность но ситуацию мы не будем драматизировать просто вот это вот текущий тренд найдет на ухудшение вот так что в принципе если вы не связаны работой как я я бы на вашем месте бы купил где-нибудь бытовку на алтае и уехал бы из москвы вот но те кто говорит что вас там не примут что там не принимают москвичей ненавидят но это не надо судить я думаю что кого-то примут кого-то не примут вот как это сейчас многие блогеры зарабатывают тему называется назад в 90 вот михаил федоров на моем канале выступал помните да аналитик такой он как раз говорит вот если нет прочитать 25 это будет с инфляцией 15 долларов 90-е годы и нас мы откатываемся 90-е годы ну и так начинают зарабатывать 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 я с этим как раз не согласен я считаю что кризис разный и в 92 год мы не вернемся куда-то вернемся в другую точку но не 92 дай бог что не 37 помню девяносто втором году мы поехали с другом в гости к нашей знакомой в подольск нас пригласила в гости сама приезжаем в гости на столе была такая буханка черного хлеба и игра лото скалы играйте мальчики вот играйте вот все все угощения была буханка черного хлеба вот но мы пошли значит на улицу в магазин коммерческий кто не знает со 2 января 92 года были цены отпущены и все было по диким ценам но можно было купить купили там продукты какие-то принесли и вот она кушает мы кушаем пьем веселимся она начинает такую тему втирать сейчас новая реальность наступила 92 год а поскольку мы работаем в такой государственной организации специалистами мы лузеры а самые крутые перцы оказываются работают продавцами в коммерческих ларьках там такие зарплаты что нам и не снилось ну и чтоб жизнь показал долго ли эти люди из ларьков получали большие заплаты в подольске вот так что я не думаю что сейчас мы вернемся 92 год что-то будет по-новому а как в 2 втором чтобы в ларьках стоял спирт рояль какая-то метакса будем разбавлять спирт рояль водой высыпать туда пакетики с инвайтом и пить и пить это не буду не верю каждый кризис разный вот ну и на этом фоне я занимаюсь работой естественно как аналитик нас никто не освобождал то работаем и пишем комментарии всякие вот ну одновременно расширяя свой поле деятельности как бы потому что пытаюсь немножко в тему трейдинга подниматься всегда неплохо чувствовал рынок вел портфель на камоне ну потому часто в конкурсе свое время альфа директ под ником бойфренд корова там выиграл этап конкурса вот но это было давным-давно сейчас у меня такая чуйка игры внутри дня ушла и вот я решил открыть спекулятивный портфель у нового из брокеров в этом на большинстве недели на этой неделе и заняться спекуляциями чтобы чуйка снова открылась сумму пока не взял небольшую сто две тысячи рублей положил вот ну и работу на споте хотя в принципе площадка открыл и ford и валютную секцию почему не на форте для меня будет ford скоро самым главным но он как бы провоцирует на активные спекуляции вот а мне пока не нужны активные спекуляции мне нужно просто чтобы чуйку вернуть вот это очень важно поэтому на этой неделе я занялся восстановлением чуйки сначала немножко заняться сбербанком так купил продал понял что с него ничего не поиметь тут же на часовиках в среду увидел что полюс пробил понижать на тренд купил по 10000 полюса вот потом на 3 процента ну там кто интересно 10 370 половиночку отлил вот а половину поставил в стоп без убытка так что чтобы сейчас полюса не случилось мне уже немножко все равно что-то я уже получу то есть если мы пробиваем сопротивление 10 400 10 500 то прибыль будет такая нормальная если не пробиваем прибыль будет минимальная в отличие аналитиков которые говорят что золото не модный актив я как так раз не считаю вот поэтому я буду и полюсом и золотом заниматься ну конечно у вас первый вопрос как же так андрей ты прогнозировал прошлых видео движения нефти наверх а сейчас не играешь нефтью наверх не учатся в празднике жизни я отвечу да я прогнозировал и считаю что вероятно уйдет на 40 45 вот но движение нефти они будут сейчас носить нервный характер спекулятивный характер будут востребованы быстрые пальцы одновременно с спекуляциями я еще заработаю пишу комментарии и определенные проекты веду в компании поэтому если нефть быстро пойдет не мою сторону все может быть да ты просто не успею среагировать надо стопы и там переставлять и нервничать не просто не до этого вот поэтому я чуйку на более спокойных акциях пока буду свою восстанавливать а потом наверное ударил в нефтью вниз потому что я думаю что нет пойдет в конце концов вниз как там я вчера сказал подскок дохлой собаки а мне один человек сказал написал ты не прав верников кошки я конечно знаю что кошки просто у левченко две кошки чтобы левченко не обижать искал подскок дохлой собаки понятно теперь что за проект у меня в церихе большую тайну открываем проект заключается мониторинге состояние компании которые выпускали облигации в до или собираются выпускать то есть такая парадоксальная ситуация компания выходит на долговой рынок и начинает рассказывать о себе транспарентная полностью я такая хорошие перспективы а сейчас грянул кризис и они все замкнулись а при том что инвестор купили облигации в до я вот считаю что это неправильно и мы решили в церихе все-таки доносить до инвесторов что происходит в этих компаниях так что я сейчас пишу письма руководителями собственником компании пока откликнулись только компании отрасли пищевая промышленность лизинг аренда торговых площадей хотя написано было море писем в основном люди отмалчиваются вот но тем не менее я бью в одну точку в конце концов мы получим какую-то информацию по антикризисным планам компании насколько уменьшится их выручка прибыль это очень все интересно но честно говорю работа нелегкая просто письма пока уходит в никуда либо какой-то человек отвечает мы ответим на ваше письмо но позже и все тишина вот ну и попутно еще у меня новый проектик есть такой маленький совсем наткнулся на статью экономиста дамбровского марика добровского польского где он написал влияние ковид 19 на развивающийся рынке ну там как раз говорит вот о чем в этой статье что в бразилии колумбии уругвай ну девальвации валют 15 процентов даже больше в россии и мексике более 20 процентов и это все очень серьезно вызовут последствия скорее все инфляционные мне тема инфляции рубля интересно поэтому я связался с мариком добровский хотя он и поляк на по-русски говорит не хуже чем мы с вами и он даст мне интервью по скайпу это будет в понедельник поздно вечером теперь вторая часть который дроздов скоро проведет смотрите вот индекс московской бирже на графике так еще раз я считаю что сейчас отскок нефти это скок дохлой собаки идет чисто на твитах трампа то есть четверг трамп сказал что ожидая договоренность между россией саудовской аравии на 10 миллионов потом трамп сказал что даже 15 миллионов втором твите потом он рассказал что тот кому-то звонил на самом деле не звонил то есть твита трампа на длинном промежутке времени не заменит экономику реально а в экономике сейчас нас настоящая катастрофа происходит в американской судя по количеству безработных вот поэтому я думаю после такого движения наверх которым сейчас наблюдаем будет не менее резкое движение вниз по индексом вышли за неделю акции нефтянки в лидер и я имею ввиду сургут сургут нефтегаз 7 от плана процентов лукойл 7 процентов рост не в 13 и 9 процентов вот и мы сейчас позвоним сергею я сейчас как и прощаюсь я звоню сергею дроздову спрошу че как он занимается чем живет и спрошу его мнение паренгова сергей день добрый добрый день андрей аналитики на посту они не имеют права не думать о рынке что ты думаешь по поводу недели вот которая уже прошла торговый что нас ожидает на прошлой неделе в общем то как мы все знаем пошли подвижки по нефти вот на следующей неделе правда прошла уже информация ожидать ожидания были то что проведут видеоконференцию опять плюс в понедельник ну вроде бы как сейчас переносится на 8 9 число ну что позитивный фактор трамп у нас выступил посредником и в общем то нефтяные котировки бурно на это отреагировали думаю что это не предел роста в общем то действительно представители опять плюс заявляют о том что они в общем то как готовы снизить на 10 миллионов баррелей и уже предвосхищая дискуссию в комментариях что 10 миллионов баррелей якобы недостаточно для того чтобы в общем то убрать дефицит спроса с рынка здесь стоит отметить что сам факт начала переговоров это уже позитивные моменты в принципе как бы нефть запросто там по сорту бренда на таких новостях может зайти куда-нибудь в район 39 и там оптимистичном до сценарии на каких-нибудь очередных шорт сквиза до сорока одного доллара за барреля я тоже думаю что будет 40 45 всем говорю но мне кажется музыка будет играть очень короткое время и фраер танцевать музыка но в 40 45 это уже будет наверное попозже во втором полугодии если вот эта вот вся ситуация с вирусом как-то плавно сойдет на нет и начнутся уже разговоры о перспективах восстановления глобальной экономики как-то так ну и соответственно рубль на этой теме у нас будет мы уже видели в пятницу укрепление там был пробит уровень 77 по доллару но он был пробит в моменте пока там идет проторговка но тем не менее если нефть пойдет выше рубль наверно первая цель там в районе в районе 76 75 ну и далее уже будем смотреть на цели все те же остаются где-нибудь там 72 вот с мистичным сценарий 68 здесь нужно учитывать тот факт наверно тоже многие задаются вопросом почему собственно говоря на росте нефти там свыше 40 процентов за два дня российская валюта не показала аналогичные скажем динамики здесь все очень просто то есть в то время когда нефть падала центробанка несмотря кстати на то что в пятницу были объявления опять же заявляла что они не оказывают прием прямого влияния на рубль знаем и видели даже заявление о проселении валютных интервенций в общем то конечно же они оказывают влияние на рубль музыку вот рубль у нас очень быстро ослабляется укрепляется намного медленнее и в общем когда нефть шла к 25 и на старом контракте там ковола уровень 22 вниз все ждали наверное более сильного ослабления рубля 85 86 отдельные горячие головы там 100 рублей выше этого не произошло ну понятное дело что здесь имеет место быть скажем так еще такой политический фактор чтобы раскачивать ситуацию вот так непростое время ну и как бы не отдавить на без того упавшие доходы населения рублю общем то вышли 80 отметки 82 уйти не дали ну соответственно сейчас а если даже нефть будет двигаться так 39-41 рубль будет достаточно медленно укрепляться с отскоками с проторговочками в общем как-то так заодно вот на этих отскоках и проторговочках они немножко как раз и скажем так а наверное возместят немножко вот эти выпавшие доходы попозже еще в чем разница отличия от 2008 года если в 2008 году цб тоже проводил валютные интервенции тогда нефть падала к уровню там 27 если я не ошибаюсь там было напрямую из золотовалютных резервов проводились интервенции сейчас же интервенции проходят в рамках бюджетного правила то есть проходит такой ну выражусь скажем так просто круговорот бабла в природе в рамках бюджетного правила то есть когда рубль укреплялся на рубли покупали эти доллары теперь эти доллары конвертируются обратно в рубли ну в общем то поэтому резервы не палятся и фактически цб даже на этом зарабатывать дальше когда в перспективе рубль начнет скрепляться опять включится механизм покупки валюты на открытом рынке ну и вот как-то так вопрос мой подписчик задает но он не очень простой вопрос он купил евро на панике по 85 не очень удачно теперь он хочет его скинуть и откупить дешевле ты советуешь ему такую операцию провести а максимум у нас я просто за парой и он имеет ввиду евро к доллару или к рублю к рублю я посмотрел там на 80 половина может опуститься я просто не готов так сказать такие операции рекомендовать хорошо ахай какой был евро я просто немножечко я пару евро рубль не очень рассматриваю поэтому хайпа не я не помню судя по всему если по доллару 82 там наверно что-то было восемьдесят 7 наверно где-то вот так не-не-не-нет братишка там было больше там было восемьдесят девять даже восемьдесят девять отмахались только вниз а я сейчас ему напишу братишка давай продавай евро чтобы откупить назад ну это же как-то не очень нет но я же не можем с тобой выдавать такие рекомендации но если человек уже сделал кто-то он я так понял совершил уже евро продал правильно продал сейчас продал ну продал и хорошо то есть вполне возможно послушай он вошел по восемьдесят пять но не знаю удачно неудачно в четверг да ну не может он купил евро или продал евро извини он купил приходит продать чтобы сделать по цену покупку по дешевле а он купил поставил на рост евро ну думаю не знаю на мой взгляд как бы здесь есть два фактора первое это то что я озвучил ранее что на мой взгляд рубль будет далее плавно укрепляться а по поводу пары евро рубль еще такой фактор что кросс курса евро доллар там евро тоже показывает определенную слабость и возможно там есть такие уровни у нас один прошлый хай там что-то в районе 1065 если я не ошибаюсь 106 вот так вот вполне возможен как были тест этих уровней соответственно евро будет еще при реализации такого сценария еще слабее вот виду данного фактора но что мы в принципе видели на этой неделе то что евро она чувствовала себя кнопку даже евро рубль он укреплялся сильнее это из-за того что вот на рынке форекс как это называют пара доллар рубль 8 доллар евро она как бы падала поэтому не знаю я же говорил и мы с тобой это много обсуждали сейчас я сказал сакральную фразу я же говорил пусть простят меня твои подписчики но мы с тобой по моему много это обсуждали и в общем то о том что валюту уже там плюс там к 80 78 уже покупать не надо особенно на откате после 82 я бы сейчас держался под покупок доллара евро бескрайней необходимости хотя наверно необходимость нет почему есть у людей бизнес которые для которого нужна валюта там уже ничего не сделаешь если вам это нужно сейчас вам придется покупать физическим жильцам те которым у которых нет такой потребности наверное сейчас эту историю с покупкой валюты лучше не лезть и ну вот как то так объясню еще момент по валюте чисто на бытовом уровне да интересный скажем так многие вот частности когда веду беседы со своими клиентами некоторые опасаются просто вот то что именно им некомфортно без валюты скажем так или там совершить сделку по продаже валюты на каком-то уровне с целью откупить ее ниже ну давай посмотрим так пока у нас официальная инфляция там что-то я уж даже не помню на каком она уровне но это неважно будем отталкиваться не от официальной инфляции от того что у нас в общем то есть магазинах условно говоря если вы продали валюту где-нибудь в районе 80 может быть пониже и но не дай бог там знаешь как вот эти дончики там ждали ушло на 100 например у правда при сценарии 100 не знаю какие были ценники магазинах но думаю сильно бы не изменились то есть цены на продукты плюс-минус такие же какие-то вещи ну плюс-минус то же самое сейчас начало 90 когда там заходите в макдональдс который открылся если я не ошибаюсь по 8 9 год и там потом в течение там начала девяностых чуть ли не каждый день там цены так пересчитывали сейчас такого конечно нет тоже не буду вдаваться в тонкости там ну хотя наверно сдамся слегка почему допустим цены на продукты резко не растут потому что у нас долю большую на рынке занимают торговые сети не торговым сетям после событий 2014 года в общем то произошел такой чинч для них разочистили поляну от мелких и средних магазинчиков в обмен на то чтобы эти в общем-то контролировали естественно как могли там цены но те кто знаком с устройством работы торговых сетей тот в общем то знает любой поставщик мечтает попасть большую крупную сеть и поэтому там очень жесткие условия пребывания на полках и общем то вот как-то так поэтому рассчитывать там что картошка там еще какие-то продукты питания взлетят цене не стоит и кстати два ролика тому назад я когда вот гречка исчезла с полок я же сказал что через неделю люди очень сильно удивятся те кто тарился вот продуктами питания особенно туалетной бумаги что они придут через неделю еще на полках будет ну в общем то так и вышло надеюсь что те кто там закупился вот им на год хватит теперь туалетной бумаги гречки макарон и всего собственно говоря остального вот как-то так сергей я закупился очень доволен что не нужно таскаться по заразным магазинам вот внутри туда же то есть теперь дома рулонов 50 туалетной бумаги он как-то речки маски я же я покупал маски там показывала в видео то есть я не хочу на улицу выходить на хрен это нужно мне а по поводу андрей это тебя уже ящик зомбировал тоже на самом деле такая истерия наверное достигшая практически своего апогея ты знаешь по хорошему вот когда идут эпидемия даже какой-то простуды я вот допустим на работе всегда радовал зато в отделе да у нас что если ты заболел не надо идти домой позвони я согласовал это как говорил с руководством они подтвердили да давайте так кто заболел звонит заболел не надо идти заражать коллектив ну это логично поэтому и сейчас нечего конечно по-другому происходит но тем не менее поэтому да действительно нужно посидеть дома и как бы то действительно не нужно там выходить чем как бы больше мы будем делать там ближайшие два две-три недели а может быть до конца месяца хотя до конца месяца это пессимистичный сценарий тем быстрее все это дело пройдет но на самом деле не понял это не кошмаренная тема на мой взгляд вообще не до кошмаренная пойми вот есть разный круг общения у меня вот очень пожилые родственники очень пожилые который группе риска я сижу не ради себя дома а только ради них чтобы нет ничего не поцепили андрей пожилые люди всегда в группе риска не только из-за этой темы они даже в группе риска оказаться это также зависит от особенности организма вопрос только вероятность их и все правильно теперь по поводу евро я хочу сказать значит вот мое мнение похоже там еще грядут какие-то разборки я посоветовал человеку уже поздно что-то метаться евро так евро какие-то разборки италия обещает потом устроить после эпидемии насчет солидарности в евросоюзе вот и мы с тобой же помним греческий хайп который если я не ошибаюсь по моему был в десятом году в общем-то ничто не мешает чтобы когда тема с вирусом до раскрутить тему в очередной раз итальянскую да это фактор есть лига да там огромный долг он больше чем в греции вот в общем-то там ситуация это если вот так вот посмотреть с долгом да с госдолгом она круче он хуже чем с греции но бедную грецию кому-то видно нужно было забанкротить и поставить на место там же тоже шли определенные политические процессы а потом это в сми все раскрутилось шло большое такое вот информационное давление в результате грекам предупреждали пришлось распродать там даже часть своих активов поэтому здесь как бы считали тут дело только в том захотят это сделать или нет да есть такой риск ну вот я лично евро не покупаем на и он есть евро на больше больше конечно долларов несколько раз больше а евро вот видишь я взял путевочку в чехию в прагу в сентябре но свете последних событий что-то мне стало сомневаться что я доеду до праги в сентябре отпуск на мае уже накрылся однозначно туроператор предложил естественно депозит несмотря на то что я написал что в отказнике что мне депозит не устраивает ну как-то так вот будем смотреть уже будет происходить по поводу сбербанка у нас пока нефтянка отсультовала процентов 15 за неделю плюс 17 за неделю нефтянка сбербанк мой сбербанка всего лишь 3 процента за неделю ты считаешь что сейчас время подбирать сбербанк ну смотри какая ситуация давай давай сбербанка чуть попозже то что не падала то и не растет то есть она не вызывает интерес у спекулянтов потому что спекулянты в такое время нацелены упала подешевела вот даже смотрим мтс она в принципе особого участия в этом опале не принимала тот же сберну куда он там вниз ходил что-то район там 175 по моему но тоже знаешь не в половину сложился как некоторые бумаги там в нефтянке ну ближе к половине плюс ко всему как бы естественно сейчас идет вот хайп вокруг нефти поэтому так но на будущее нужно обращать на такие вещи внимание если какая-то бумажка упирается даже плюс супер хорошие минут я считаю мтс хорошая если она не упала ну зачем тогда ее брать значит у нее апсайда вот а сперва что можно сказать выглядит все равно это все дорого скажем так вот на мой взгляд посмотрим как там это будет дальше происходить но верно верно больше будет ориентироваться на движение что собственно говоря и происходит там последние дни то есть из нефтянка вот пилила наверх то там в пятницу сбер вообще показывал отрицательную динамику в моменте как-то так поэтому у сбера как я уже сказал наверное будет с огядкой на штаты в основном торговаться ну и тоже надо учитывать что он прям так сильно-то и не упал если бы он упал куда-нибудь рублей на 150 хотя бы там на 130 120 тогда бы динамик у него была впечатляющая сегодня статью прочитал с хорошим названием экономиста одного американского ну приведу приведу мы прошуровали рецессию и полетели прямо в депрессию так но я не знаю когда депрессии скорее всего такого сценария депрессии если он сравнивать там эту ситуацию великой депрессии там 30-х еще с таким депрессиями в этот раз наверно такого сценария не будет по одной простой причине что все заливается вот мировые центробанки вообще безлимитная программа ну и в общем то как-то так поэтому да действительно рецессия она уже понятное дело что на какое-то время она там неизбежно в штатах европе как бы за глобальную экономику сразу так сказать не могу но тем не менее да но надо опять же по-моему я об этом говорил фондовые рынки это приезжающие индикаторы и когда рецессия там условно говоря все это войдет в рецессию в реальной экономике рынке уже запросто в рост развернуться но пока американские как я и говорил что после сильного отскока границы плечи линии они вообще-то от нее отбились пару раз и сейчас вот идет консолидация под этой границей ну что собственно говоря и логично рано то есть сейчас выскакивать на быть на территорию бычьего рынка там как-то нестись впереди паровоза сергей большое спасибо тебе ну и приятных выходных до заимно андрей спасибо спасибо